ДНР Исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Баландин поддержал акцию, первым поставив свою подпись под обращением. Мы обращаемся к Путину, мы обращаемся к новому президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, мы обращаемся к Мерке, дабы ему повлияли на Порошенко и прекратили собственный. Вы своей подписью здесь поддерживаете это обращение? Мы поддерживаем по-любому, потому что у нас в районе тоже идут военные действия. За последнюю неделю у нас трое раненых в районе, 27 домов разрушены. За эту неделю обострение военных действий. Поэтому по-любому поддерживаем это. Потому что уже три девушки у нас непонятно что творится, идут военные действия, постоянно разрушается инфраструктура и получают ранения наши жители. Нет нормальной работы, нет нормальной жизни в нашем населении. Мы боремся за мир, но не Украину. Представив инициативу, народный депутат акцентировал внимание на том, что руководство двух республик и депутаты Народного Совета надеются на широкую поддержку граждан. Первые подписи появились под обращением, которое будет передано специальному представителю АБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартину Сайдику, а в дальнейшем и в Совет по правам человека ООН. С учетом того, что обстрелы у нас усилились, все видят, в какой ситуации мы сейчас находимся. Практически по всему фронту Украина начала настреление. У нас за неделю 10 погибших людей есть. Но я думаю, эта цифра больше на самом деле, потому что есть погибшие и военные, а мирных людей 10 человек погибло. Есть большое количество раненых, поэтому в связи с такой ситуацией люди приходят и подписывают, дабы, надеяться на то, что Путин и, возможно, Трамп смогут умереть на Порошенко и заставить его соблюдать минские договоренности. Продолжение следует...